Эй, йоу! С вами Ухо, и это новый выпуск обучающих роликов. Сегодня мы научимся играть Upland на карте Dust. За сторону защиты точку A обычно разыгрывают три игрока, и у каждого из них есть роль. Игрок ланга, непосредственная яма, опорник базы A и хелпующий человек, который играет на перетяжках. Раунд за защиту обычно начинается с занятия ланга или шорта. Рецепт занятия ланга прост. Тебе понадобится первая респа, много гранат, а в идеале еще и хороший тиммейт. Помни, что лонг ключевая точка на карте, и за нее практически всегда приходится драться. Игрок, который бежит по первой респе, должен откинуть молотов. Если это сделано по именно первой респе, то практически всегда занятие ланга террористами будет остановлено. Ну а если соперники все-таки начинают драться, то пикать их нужно под флешки. Вариантов здесь много, и они очень индивидуальные. Ну вот тебе пара примеров. Бросаются они очень просто, поэтому много практики не понадобится. Чаще всего их накидывает третий игрок, который в начале раунда занят тем, что бросает смог на мидл. Скоординируйтесь и пикните под эти флешки. Попросите мейта бросить молик за синий. Ну а если об этом попросит тебя, то знай, что он кидается вот таким вот простым образом от стенки. Террористам придется неудобно открываться со своих позиций, ну или откидывать смог. Часто на высоких рангах от террористов прилетает такой вот смог. Он закрывает вам обзор и не дает спокойно пикать. Но на него можно ответить такой гранатой и спокойно занять яму. Наша задача максимально доджить флешки, жить и удерживать позицию. После занятия ланга пригодится вот такой дефолтный смог. Отбрось его сам или попроси тиммейта, если хочешь оставить гранату на потом. Не трать ресурсы, если знаешь, что в конкретной игре террористы очень часто ходят через лонг. Здесь целое множество стандартных опортных позиций. Можешь выбрать ту, которая будет удобна. Яма, вот такая вот точка, ну или позиция в упоре за дверью. Но не стой в одном месте каждый раунд, даже если делаешь много киллов, ведь самая худшая позиция та, о которой известна сопернику. Чаще всего опорник ланга остается на позиции до последнего. Тиммейты часто будут звать тебя на помощь, но в этих моментах лучше доверять своей интуиции и радару. Если по одному из противников все еще нет информации, то он с большой вероятностью окажется у тебя в спине. Убить люркера — твоя приоритетная задача. Если есть вся информация, то помоги в сайте вот такими флешками. Они будут очень неприятными при занятии плента. Если ты играешь на перетяжках, то тебе придется много думать и много помогать. Чаще всего террористы будут играть под А, либо под мидл. Поэтому старайся попросту не тратить гранаты и всегда ищи возможность оказываться там, где ты нужен своей команде. Если лонг занят, то вернись и помоги игроку в мидле. Если и там все спокойно, то понаблюдай за шортом. Адаптируйся под игру, слушай информацию, либо следи за радаром, если тиммейты ее не дают. Не получается занять лонг или подвела респа? Тогда хорошим вариантом будет подсадиться в шорт. Для этого нам нужны два тиммейта. Один пойдет с тобой, а второй вас обоих подсадит. Занимать шорт можно как пассивно, так и агрессивно. Агрессивный вариант чаще всего подразумевает какой-то буст, чтобы игрок с АВП мог чекнуть лоуэр, чтобы можно было пикнуть под флешку, пальму и так далее. Сможешь сыграть под смог. Это тебе позволит пикнуть лоуэр или мид. Этому мы еще посвятим отдельный ролик. Способ занятия шорта зависит от твоего скилла, стиля игры, уверенности в конкретной ситуации, ну и от координации с тиммейтом. Уверены в своих силах? Вышли, сделали фраг. Самая главная идея игры за кт на дасте 2 удерживать территорию. Если у вас нет лонга, то должен быть шорт. Если нет шорта, то должен быть лонг. Если у твоей команды нет контроля над обеими точками, то раунд почти 100% будет слит. Вот тебе неплохой пример сетапа при принятии шорта. Игрок с АВП стоит на углу, как-то так, а его тиммейт с эмочкой стоит на лестнице, спиной и ждет флешку, которая обычно прилетает сюда. Авик стреляет, второй игрок разворачивается и начинается мясо. При агрессивном занятии шорта стоит побеспокоиться о том, что террористы могут быстро пробежать суицид и зарашить тебя. Если буст был сделан без ошибок, то ты окажешься на шорте быстрее. Ты будешь примерно в этой позиции тогда, когда террористы будут вот здесь. Отдельно, конечно, поговорим и про сторону атаки. Для начала вышеупомянутый смог, который кидается на угол. Бросается достаточно просто с серединки и об уголок. Прилетает ровно так, как нам нужно. Ну и флешечки, конечно. Первую идеально кидать на тайминге минута 49. Ну а затем серия гранат от вас и ваших тиммейтов. Скооперируйтесь, чтобы не тратить драгоценные ресурсы просто так. Самая главная задача на ланге для террористов занять яму. Если контртеррористы отступили или произошел размен, то займи яму и отыгрывай от этой позиции. Наш смог в этом поможет. Не идете на лонг, оставьте люркера. В прошлом видео мы говорили о задачах люркера, но я кратко напомню. Не умирай и максимально напрягай противника на точке. Ситуативно может помочь такой смог. Бросается между двумя точками в середину балки. Эта граната помогает спокойно выйти и проверить все позиции. Здесь нет просвета. И даже если контртеррорист решит встать здесь, то ты увидишь его первым. Обязательно проверь игрока за дверью. От нее нам помогает вот такая флешка. Стоим по тачке и целимся по точке. Противник отвернуться не успеет. Давайте в этом убедимся. Ну и напоследок вот такой смог, который позволит быстро потушить молик, прилетающий от контртеррористов. Просто бежите и отбрасывайте его от угла вот этого ящика. Контртеррористы бросают этот молотов с размаха, поэтому ваш смог его потушит. Можно даже отбросить заранее, чтобы не терять время. Важная информация для киевлян. С 15 по 17 ноября на ВДНХ пройдет лан-финал турнира Forge of Masters. Информацию о командах и месте проведения ты найдешь в описании. Приходи, сделай фотку со мной, насладись нереальными декорациями и спойлери счет работягам твича из зала. Нет, стой. Блин, ты не понял. Прямо сейчас открой ссылку из описания в новой вкладке и только тогда досматривай ролик. Вот так уже лучше. Спасибо. Ну а если ты не из Киева или нет возможности приехать, то просто ставь лайк, подписывайся на канал и заходи в плейлист. И тренируйся, если хочешь, чтобы я комментировал игры с твоим участием.